привет друзья не удивляйтесь что у нас все так выставлено сегодня в воволоковом режиме я хочу рассказать про свои пустые баночки вы просили снимать я для вас сниму но на этот канал потому что здесь как-то оказалось более активная аудитория так что давайте начинать первое что я покажу это гетли душа который мне дарила мама на какой-то из праздников он наконец-то закончился скажу так я по не очень люблю если вы любите аромат кокоса на теле и в средствах по уходу за собой то это хороший вариант к тому же он очень большой и будет экономно я люблю более маленькие деле для туши чтобы чаще их менять и пробовать что-то новое и более цитрусовый аромат дальше дети душа который не удался это дав я купила когда-то в отб по скидке он стоил абсолютные копейки но к моему сожалению у него в составе есть какой-то компонент который очень невкусно раскрывает аромат на теле и после него очень невкусно пахнет все тело если понюхать его в баночке запах нормально аромат такой достойный но я намазал один раз это на себя во первых это консистенция детской неожиданности свет зелененький и запах такой ужасной что я пахла просто болотом он полный отправляется пустые баночки если где-то в виде штуку даже на скидке девочки не берите а вот этот шампунь я порою хотела взять для того чтобы попробовать реальный ли масс-маркетовский эстелевский шампунь будет хорош и не только тот который заказывать по каталогу будет хорош оказалось что он такой же шампунь как и все остальные ничего сказать про него не могу так как самого эффекта не увидела вымывал волосы до скрипа вымывал в принципе все его действия лак для волос все хочу попробовать спрей но покупаю очередной раз лак для волос пятерочка у меня фиксация taft раз я взяла уже такой же самый себе на замену значит он хороший я делаю вывод это только по этому признаку что мне надо чтобы волосы не пушилась в хвостике когда я делаю хвостик я лакирую все лаком и он хорошо справляется поэтому мы ставим пятерочку и обязательно буду покупать еще советую а вот эта воде я меня разочаровала я перестала любить гернировские антиперспиранты они очень плохо пахнут на мне спустя некоторое время особенно если я вспотею сейчас пользуюсь антиперспирантами да они мне нравятся намного больше даже для меня лично это была трата денег больше не знаете хотелось бы рассказать что-то больше про эти средства ухода за собой но как-то как-то получается то что получается но об этой баночке я расскажу побольше это двухфазная смывка для макияжа не вея в ней мало миллилитр и всего лишь 125 но на по моему мнению очень дорогая она быстро заканчивается если пользоваться каждый день только ей но девочки если у вас чувствительная кожа аллергия и выносите линзы то вот это вот тут вещь это просто спасение для меня это было именно так но я и убила буквально за полмесяца может за месяц максимум тогда и 2 я не купила потому что это очень небюджетно к сожалению но если ехать куда-то на море на отдых или просто в путь брать с собой миселяр очку я бы взяла вот эту двухфазную она очень классная деликатно снимать макияж увлажняет зоны вокруг вас так что присмотритесь не я и пробовала уже давным-давно но сейчас видите пришла опять к ней вот бы сделали большую версию подешевле это было бы супер самое вкусное я вам оставила на конец видео поэтому не переключайтесь или перемотайте или ждите пока я вам расскажу про них так следующая пустая баночка это крем для лица эйвен матирующий мой любимейший крем это уже энная банка опять новую купила еще таким же пользуюсь мне нравится потому что он во первых для мат для жирной кожи матирует он как густая сметана мне это нравится но тем не менее он не жирнит кожи еще больше это хорошая подложка база под макияж и цена у него 100 гривен все мне все нравится и остается еще классная стеклянная баночка правда никак не знаю под что ее еще можно использовать поэтому просто выбрасываю к сожалению присмотритесь к этому крему несмотря на то что это марка эйвен они все равно могут делать хорошую косметику сейчас быстренько пробежимся по мелочушке я вам расскажу собственно а то и коллекции мой пустый баночек которую я предперекла наконец я думаю что они и стоит поговорить что я хочу показать я покажу две туши первое это потряси ледово тукав золотая и что это у нас и венца бога барретт про этот уж я слышала очень много но решила попробовать чтобы слухи были оправданы и они таки были оправданы мне понравилось понравилось имя кисточка понравилось сама тушь цена конечно кусючая но тушь себя оправдывает и лучшие времена когда я больше располагаю денег на макияж на покупки косметики для лица я обязательно еще раз повторю эту тушь но когда денег в обрез я покупаю вот эту тушь поэтому мне всегда есть две туши на дороже на дешевле это тоже стоит на порядок меньше но работает не хуже у нее кисточка другая она более изогнутая я раньше такие кисточки обожала и сама тушь очень хорошая я ее уже проверила годами не первый раз беру поэтому могу советовать как бюджетный вариант дальше что у нас по два два консилера закончились потому что я их использую в тандеме первый консилер это афинитон от мэйбелли в оттенке сейчас скажу 02 и я сначала покрываю не так я сначала им покрываю область под глазами потом пользуюсь вот этим консилером мэйбеллин супер стей у оттенок в 10 вот этим маленький лайфхак эти консилеры достаточно дорого стоят за свою свою элитраж но я всегда попадаю на акции и мне получается покупать в запас подешевле поэтому заходите магазин и смотрите всегда на акции обязательно круто нужно сверлить раз в жизни села снять видео в субботу и кому-то надо сверлить так вот а потом наверх я накладываю вот этот консилер и мне нравится эффект и такой маленький лайфхак о котором я сама недавно узнала у кого синие синяки под глазами вот как у меня нужно пользоваться консилером с розовым оттенком вот этот консилер он желтый я его покрываю чтобы сгладить вот эту всю зону с зоной кожи вот этот консилер он уходит в бежевый извиняюсь в розовый оттенок и как раз таки наверх я кладу его потому что когда он окисляется он дает вот это вот покрытие и он достаточно плотный вот так следующие под подвушки подушки меня две помады первая помада это фаберлик я ее когда-то купила потому что мне нужно было новая помада я прогадала сатинкам и она у меня уже лежит второй год я и вообще не пользуюсь я когда-то ее использовала в видео мазала наверх другой помады пыталась их смешивать но это фигня полнейшая помада тоже была достаточно дорогой мне интересная упаковка во-первых тут есть зеркало она вот так вот открывается она очень классно пахнет у меня все мокрое потому что кошка я изменяюсь за откровенность села на пакет с пустыми баночками их описала пришлось мыть всем поэтому все в воде и не очень вкусный аромат шоколада и сама помада красивая но под мой тон лица она не подходит я с не выгляжу как мертвая поэтому вот целый флакон придется выкинуть то и в принципе уже сурогодности видно истекает но сама задумка этой помады просто замечательнейшая и я думаю что она стоит своих денег потому что упаковка и зеркало и сама помада достойны этого а вторая помадка точнее бальзам просто ужаснейший я сейчас ладно не буду показывать постоянно пользуюсь невеевскими бальзамами с вишней с клубникой это просто огонь я захотела попробовать за бузом я думала он будет такой же классный но оказалось нет во-первых аромат он со временем деформируется и становится не таким вкусным а каким-то супер пластиком и пахнет каким-то сеном он просто пластмассовый как для куклы барби вот за это я платить конечно не хочу но к сожалению мне пришлось что из выбросить эти деньги и сейчас я выбрасываю этот бальзам куда его еще могу использовать я не знаю может у вас есть какие-то идеи может их как-то переплавляют куда-то в что-то я не знаю в общем такое себе приобретение не покупайте с арбузом все остальные и из мелочи и последнее это подводка для глаз я подсела на подводки для глаз в виде фломастера вот так она выглядит это у нас люкс визаж подводка хорошая дешевая но она стойкая и причем быстро высыхает если я например люблю подправлять стрелки не меня постоянно разные но мне другая подводка с ней легче это же если я намазана и пытаюсь стереть то надо и просто жуткие черные разводы и в принципе когда я хочу снять весь макияж что получается что я не могу его снять у меня получается глаза панды наоборот она очень стойкая и я надо снимать какими-то масляными составами что не очень хорошо например мне для линз я в линза снимаю макияж если вы ищите стойкой бюджетной подводку то это будет ваш вариант и давайте я вам расскажу о трех пустых баночках наконец-то которые мне были впервые но я очень хочу вам о них рассказать когда-то давно давно еще наверное летом я вам рассказывала что я купила в еве по акции набор из средств по ходу за волосами от фирмы ладор как это называется у меня шампунь маска и treatment написано то есть лечение на типа как сыворотка я так понимали с роботка вот такие три средства это мини версии уменьшенная которой версии и они были на акции я хотела попробовать эту марку и вот сейчас я вам их расскажу я почему-то думала что мой уход за волосами кардинально изменится я почувствую эффект сразу же волосы просто преобразятся но не тут-то было значит первое что я скажу о шампуне тут написано что у нет сульфатов но он нормально пенится все с ним хорошо от него волосы красить хорошо пахнут но более того ничего ничего больше не делать особенный плюс всем этим баночкам за баночки не до тавтологии ну да ладно можно снять вот эти вот наклейки использовать их просто для декора то есть наливать туда свои средства по уходу сделаем за волосами это будет красиво выглядеть в ванной комнате ну или же оставить как есть принципе можно вот эту вот саму наклейку брать это что тут написано шампунь бы сам оставить и классная дозатор это значит вот это про шампунь что могу сказать про кондиционер тоже думала будет вау супер кондиционер будет разделять волосы но не тут-то было если я не расчесу волосы перед митьем фигушки он его распутает да когда волосы намокли и я пытаюсь расчесаться уже после матья волос да но что-то там помогает но например у меня был кондиционер от вэлла наполаскиватель да и он работал сразу же то есть я наношу и волосы так и все и ровно это вот эта штука она так не работает какой она дала толк волосам не знаю но блеск она давала и на этом спасибо 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 то есть я как бы рассчитывала что вот эта косметика для волос она не бюджетная абсолютно если брать один шампунь он дорогой то я думаю она как-то будет заметно работать но третий экземпляр меня конечно удивил это вот этот treatment который нужно нанести подержать и что-то там будет у меня кстати для сухих и повреденных волос было я всегда страдала с посеченными кончиками я часто пользуюсь плойкой выпрямителем утюжком и из-за этого мои волосы страдали когда я начала пользоваться вот этой штукой я такая посещение кончики и их нет я думаю что вот этот treatment убрал мои посещенные кончики помог мне их скрипи и залечить я не знаю что он там ел в общем я уже второй раз подстриглась или третий и тоже из редко пользуюсь утюжком феном и я не вижу посещенных кончиков и меня это радует я не знаю с чем это связано но я почему-то грешу на вот это средство и и из вот такой вот серии я себе взяла большой шампунь тоже был на скидке и шампунь мне понравился мне понравился запах он такой гелевой консистенции здесь все кремовое кстати и пахнет аптекой я думаю я еще буду с этой маркой знакомиться буду что-то покупать особенно вот этот treatment запомните кому нужно не знаю сколько он сейчас стоит но я думаю это средство достойное чтобы попробовать у нас на часах два часа дня а на улице уже такое чувство что все пять очень как-то темно идет дождь вот такие мне были пустые баночки их конечно немного я сама удивилась почему так но тем не менее это все чем я пользуюсь на постоянной основе я надеюсь вам это видео зайдет и такой формат напишите вам как вообще лучше выкладывать ведь видео такие на этом канале более расслабленные непостановочные или же все-таки перебрасывать это на основной бьюти канала делать все строго по сценарию без всяких лишних словечек и скажите что вы из этого использовали и как оно вам я пошла по делам увидимся с вами в следующем ложеке оставайтесь на канале пишите комментарии я всех вижу всем пока а а и а и и